Во-первых, модель-то мы уже оценили, да? А можем 3D построить? 3D можем! Я лично небольшой фанат 3D и сразу сходу не скажу, как строить. Естественно, можно. Я просто как-то вот читаю какие-то штуки. Значит, одни из таких рекомендаций фрографики стандартные, статистически, это не стройте круговых диаграмм и не стройте 3D графиков. Потому что, скорее всего, они ведут вас в заблуждение. Но для эффектности можно. Я видел какой-то... Сейчас посмотрю. 3D... Сейчас, буквально недавно в новостях я рассмотрел... Скатерплот 3D. Что? Их много. Просто я в последних новостях видел, когда он рендерится, его там вращать в окошке можно. Он в HTML с JavaScript-ом, ну, каким-то там... Ну, 3D... Сейчас давайте вот так напишу. 3D R плот... Давайте так посмотрим. Плот 3D... Ага, вот какая-то есть. Но это немножко не то. Это все-таки явно пакет красивый. Плот 3D 2013 года. Нет, там было 1,8. по свежей. Ну, то есть, ответ да, можно, очевидно. Пакет называется плот 3D. Но я как-то не особый фанат, но я уверен, что здесь наверняка можно вот что-то такое симпатялое делать. Ну, не знаю, мне кажется, что вот это смущает. Я согласен с авторами, что трудно немножко сказать, вот где лежит вот эта точка. Вот эта точка, она там далеко? Или она здесь? Ну, вы не отличите среди координаты. А что он делает? Он по какому? Не знаю, но это я просто взял землетрясение в... Сила землетрясения же... Для Рихтера. Да, по Рихтеру. Ну, то есть, я взял пакет плот 3D, но я видел... Я видел... Ну, то есть, еще раз, я не фанат 3D-графиков, потому что я понимаю, что вот точку непонятно, где она лежит. Вот, где лежит эта точка? Вот она лежит там, на горизонтальной плоскости? Или она висит в воздухе, но поближе, подальше? По 3D-графику, если его не вращать, это непонятно. Вот эта точка может быть оптической иллюзией. Где она лежит? Она лежит на плоскости горизонтальной или выше? По графику 3D... Ну, она на той псевдо-3D. Ну, да, наверное, ну, она же не... Не в виртуальных очках. Так, ладно, то есть, ответ 3D-графики можно, но я не специалист, если надо, я выясню, расскажу. Буквально недавно, я неделю или полторы недели назад видел, что оно рендерится вот сюда, в окошко, и тут прям можно поворощать и остановиться на нужной картинке. Вот. Ну, ладно, давайте мы сдублируем график только с логарифмами. Значит, здесь возьмем L-карат, данные возьмем из набора данных D2, L-прайс. Можно взять перемену и обозначить ее цветом, интенсивностью цвета? Можно, конечно, на то и в этом-то как раз и суть грамматики графиков. А, еще можно задать степень прозрачности. Вот еще один трюк, помимо, значит, GeomHex, где мы считаем плотность, еще можно задать, по-моему, вот так прямо написать, альфа равняется 0,5, это прозрачность, и у нас точечки будут, нет, 5 мало, давайте альфа 0,1, это степень прозрачности точек, нет, тоже мало, как будешь нам альфа-то взять, что-то этих точек так много, давайте 0,0, нет, все дело, нет, что-то все равно как-то тут плохо, давайте тогда, ну что, одну тысячную, что ли, или я не то пишу, сейчас, как, сейчас, а как у нее, а, может быть, надо указать, а, с, сейчас, я, хочу настроить прозрачность, сейчас, она наоборот пропала, сейчас, как мне установить прозрачность, я соображу, сейчас, быстро глянем, шоколад 2, альфа равняется, альфа равняется, альфа это прозрачность, соответственно, где мы можем указать, ее, нет, сейчас, давайте укажем, альфа равняется, альфа равняется, так же, Вот где наш график. Не то, да? А, здесь есть стыки. Похоже, получится. Что-то я не понимаю. Ладно, я сейчас соображу, пока вы будете что-нибудь делать. Там задание я найду. Почему меня тут... Ну ладно, давайте тогда полным синтекс. Пропишем ggplot. Вот так все сделаем, ggplot. Чтобы прозрачность работала? As, lprice, alpha. Вот так сделаем, ну, таким занудным полным синтексисом. Это, конечно, тяжелое орудие против такой слабой цели, но тем не менее. Давайте сделаем alpha. Вот так должно... As это у нас? As эстетики. А, ну вы же... Это немного про эстетики. Сейчас, сейчас, сейчас. Почему он так делает? Сначала пусть я скажу. А, есть? А, есть? Почему? Что такое? Да, ты равно не поделаешь? А, все. Вот, все, сейчас сделаем. Так, джин. Все, все. Надо совсем сурово делать. Можно как-то проще написать. Я делаю совершеннейший ужас. Так нельзя делать. Не, ну, все-таки... Сейчас, а у вас получилось? Да. У нас получается то же самое, как мы вот сначала делали. А, то есть, сначала было правильно. И так много точек, 50, что не хватает. Да, что-то очень много точек. А зачем нам... А, ясно написал, зачем эстетики, когда... И нас обязательно получалось то же самое. Ну, значит, проблема в том, что точек много. Но мне сейчас оказалось, что оно должно... Не знаю, я не ожидал такого слабого эффекта от прозрачности. Ну, там вообще есть прозрачности, да, по краям только. Да, есть, есть, есть. Очень маленькие наберите, очень маленькие. Одна, 100 тысячная, допустим. Не знаю. А, что, Джим? Поезд потом? Ну, вообще-то... Ну, ладно. Опять эстетики? Нет, ну, попроще надо было. То есть, первый вариант был правильный, но почему-то не хватало. Давайте первый вариант напишу. Значит, первый вариант был такой, который давал то же самое. А, D2, L-карат, L-прайс. И сколько там тысячных подрисовало? А зачем нам вот эти вот X и Y обозначать, когда у нас можно было просто... Можно. Ну, так вроде подробнее можно. Сейчас. Ну, что-то кажется... Что-то я ожидал больше... Больше можно. Видите, есть прозрачность. Да есть, да есть. Но это же не то, что я жду. Я жду более сильную прозрачность. А она почему-то не появляется. Это меня смущает. Это меня смущает. Ну, ладно, я тогда разберу, напишу пример. Хорошо. Значит, эта зависимость более похожа на линейную. Но, тем не менее, мы можем подозревать, что, тем не менее, и здесь гетероскедастичность осталась. То есть, так по графику уже и не скажешь. Но все-таки я бы сказал, что вот здесь вот один разброс. А вот здесь вот мне вот этого уже не хватает. То есть, вот если я... Вот логарифм он исправил ситуацию с гетероскедастичностью. Вот идея с неправильной спецификацией. Но я бы сказал, что все-таки разброс разный. Здесь вот такой, а вот здесь уже по соседству в два раза больше. А здесь опять маленький, а здесь опять большой. То есть, отчасти это вызвано тем, что есть какие-то стандартные массы бриллиантов. Ну, там есть метаформы. И, соответственно, отчасти это может быть вызвано тем, что здесь наблюдений просто меньше, чем здесь. Поэтому разброс не появляется. Но, может быть, все-таки осталась какая-то гетероскедастичность. Поэтому для подстраховки в такой ситуации, значит, надо спокойно перейти к стандартным ошибкам робаста. Как это перейти? Значит, как перейти? Ну, во-первых, давайте я покажу все-таки обычные таблички. Вот если я напишу KF-test model, то я получу обычные стандартные ошибки, то есть не робастные. И вот эти вот стандартные ошибки могут быть неправильные. То есть вот здесь вот проверка, ну, хотя тут, конечно, у меня 50 тысяч наблюдений. И даже самая серьезная гетероскедастичность вряд ли тут чем-то помешает при таких P-значениях. Здесь это скорее вопрос подстраховки. И так все понятно, что зависимость есть. От массы бриллианта цена зависит положительно. И вот эластичность равна 1,7, то есть при росте массы бриллианта на 1%, цена растет на 1,7%. Но, тем не менее, мы можем проверить, вот использовать в этой же табличке вместо стандартных ошибок, считаемых по умолчанию, можем использовать робастные стандартные ошибки. Соответственно, коэфтест, здесь мы пишем модул, а здесь мы пишем вков, то есть ковариационную матрицу бета с крышкой мы будем использовать правильную, то есть мы будем использовать вков.hc. А вков это что? Ковариационная матрица? Ну, это сокращение от английского Valence Covariance Matrix. То есть вков это сокращение от Valence Covariance Matrix.